Обычно то, что люди называют преждевременным всеми извержениями, является абсолютной нормой, потому что от природы мужчина, как и любой другой самец высшего примата, должен заканчивать за 2-3 минуты. Именно столько это занимает у здорового мужчины, если он мастурбирует ради оргазма. Вот это является нормой, вот от этого мы должны отталкиваться. То, что мужики это ради нас пытаются растянуть на 15 минут, на полчаса или даже на час, ну спасибо им за это большое, но они вообще не обязаны, потому что это в некотором смысле для них противоестественно. Я вам больше скажу, здоровой девушке, которая хочет своего мужчину и у которой была достаточно долгая прелюдия, ей тоже хватит 2-3-5 минут для того, чтобы получить оргазм во время фрикции. Поэтому не нужно говорить мужчине, что он быстро кончает. Скажите ему, мужчина, мне не хватает прелюдий, давай у нас прелюдия будет длиться дольше, давай мы добавим туда вот это, вот это, вот это, перечислите все, что вам нравится и как вам нравится. Попробуйте секс-игрушку. Вам нужно дойти до предоргазменного состояния, когда уже вот-вот, и тогда, начиная фрикцией, вы тоже очень быстро закончите. Вполне вероятно, что это будет романтично одновременно со своим мужчиной. Но суть в том, что главное дело здесь делает прелюдия. Прелюдия – это самое важное для вашего, нашего женского оргазма. Вот об этом с мужчиной имеет смысл поговорить. А говорить с ним о том, что он кончает за 2-3 минуты, смысл не имеет, потому что он, в общем, так и должен кончать. Всем привет! А вот это вот моя любимая тема. Как же долго-то это должно длиться? Я скоро как Саныч стану, Саныч пальцем, стучит, а я кулаком. Так вот, она сказала реальную правду. Это все вообще вот половой акт, он придуман природой, что он сунул, вышел и пошел, собственно. Он оплодотворил и убежал, а самка там выносила, да, соответственно, и дальше понесла твою ДНК. Так вот, женщины почему-то упорно хотят, чтобы мужчина их пилил до талого, да, и не всегда она может испытать то самое прекрасное чувство сараказм, как я это называю. Потому что она там уж на нее ноги, там, не знаю, волосы отросли. Или там ей, не знаю, попу просто там колет, или еще что-то. То есть от малейшей фигни она может не испытать это чувство, но мужчина должен из-за этого, что ли, переживать. То есть я считаю, что если у тебя какие-то проблемы, ты их сначала реши, да, а потом уже с мужчиной занимайся этим делом, это раз. А во-вторых, некоторые женщины вообще не могут этого испытать. И в-третьих, да, я считаю, что если у вас там прям химия жесткая, то это все произойдет буквально там за 2-3 минуты.